Красноярцев приглашают на Марс. В детском технопарке открылась интерактивная выставка, посетители которой смогут управлять марсоходом, побывать на МКС и выйти в открытый космос. Таким образом, организаторы дали старт Всероссийскому фестивалю науки. В этом году Красноярск уже во второй раз стал его центральной региональной площадкой. В программе более 300 научных мероприятий. Подробности расскажет Регина Баймухаметова. Ракеты, невесомость и станция МКС в очках виртуальной реальности. Организаторы новой интерактивной выставки решили показать обычным школьникам, что Марс ближе, чем кажется. Уже в 21 веке Роскосмос планирует отправить туда первую экспедицию. Мне понравилась виртуальная реальность, которая передает станцию космическую. Там очень интересно. Благодаря технологии виртуальной реальности почти каждый ребенок, каждый человек, ничего для этого практически не сделав, может почувствовать себя настоящим космонавтом. В основе выставки интерактивность. Все экспонаты можно и нужно трогать. Поуправлять копиям марсохода Curiosity может каждый посетитель выставки. Здесь создали имитацию поверхности Марса. И вот на этом мониторе можно увидеть то же, что видит марсоход. Выставка «Миссия Марс» — первая из 300 мероприятий Всероссийского фестиваля науки. Он проходит в Красноярске уже в третий раз. В течение двух месяцев все желающие смогут поучаствовать в интерактивных выставках и квестах. Цель организаторов — не только показать инновационные разработки, но и помочь школьникам определиться с будущей профессией. В рамках фестиваля можно будет поучаствовать в профориентационном тестировании, по итогам которого будет составляться такая индивидуальная карта личностного развития и такой индивидуальный трек. Потом можно будет поучаствовать в различных мероприятиях профильных уже в соответствии с выборным треком. Фестиваль науки — это совместный проект Министерства образования и науки России, правительства края, ведущих вузов страны и крупных промышленных компаний. Генеральный партнер — Норникель. Компании подчеркивают, поддержка таких масштабных проектов — это стратегическая инвестиция. Российским компаниям нужны инженеры нового поколения. В Красноярске, например, их начали воспитывать в детском технопарке «Кванториум». Мы ни в коей мере не хотим, чтобы ученики наши, чтобы будущие инженеры какими-то навыками обладали, которые являются типичными для школьников, которые очень часто называются. Конечно, в первую очередь мы хотим, чтобы они были такие нетрадиционные, не общепринятые, чтобы эти дети были креативные, чтобы они могли придумывать, создавать новые. В «Кванториуме» обучают промышленному дизайну, виртуальной реальности, нанотехнологиям, аэро- и космостроению. Среди посетителей фестиваля науки организаторы надеются найти для технопарка новых учеников. Итоги фестиваля подведут на выставке «Город открытий», которая стартует 1 декабря.